Летопись Славутича, год 2009. В начале года три раза торжественно открывали книжный супермаркет. Вначале просто открывали, потом с мэром, а уже в феврале с известным писателем Андреем Курковым. Вот как вы относитесь к современной ситуации, когда между Украиной и Россией возникают какие-то конфликты? С вашей точки зрения, с точки зрения писателя, к чему это приведет? Политическая глупость приводит обычно к гораздо более серьезным последствиям, чем просто человеческая глупость. Но меня радует, что люди на обычном уровне общения, они в основном себя ограждают этими глупостями. А к чему могут привести политические глупости? К геополитическим конфликтам, к проблемам на границах, к проблемам при пересечении границ, к появлению новых клише. То есть укреплению старых клише, там, о хитром хохле и пьяном кацапе. И к появлению новых клише. То есть, в принципе, ни к чему хорошему это не приведет. Любое движение в политике – это движение маятники. То есть вот нас столкнули к ненависти, потом этот маятник вернется в нормальное состояние, он подтолкнет к дружбе или, наоборот, к возобновлению каких-то контактов. И, в принципе, для меня, и для всех нас, я думаю, главное, чтобы этот маятник никто не расшатывал, чтобы он совпадал, чтобы он висел над границей, но не мешал переходу этой границы в оба направления. Детскому саду номер пять исполнилось 20 лет. В колонном зале имени Лысенко Киевской филармонии состоялся концерт воспитанников детской школы искусств. Более трехсот лучших гимнасток Украины приняли участие в розыгрыше Кубка страны. Соревнования проходили в Славутиче, спорткомплексе «Олимпиец». В показательных выступлениях принимал участие двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Аня Бессонова. Реализован международный проект при содействии Министерства торговли и промышленности Великобритании. Создана современная городская информационная сеть на основе технологии WiMAX. Открылось социальное предприятие «Инфокласс». Буквально через час после открытия ресурсного центра был устроен прямой эфир с Великобританием с участием министра энергетики Великобритании. А славутические школьники пообщались со своими английскими сверстниками. В пятницу 13 марта в киноконцертном комплексе выступил дуэт паранормальных. На концерт было продано не более 70 билетов. Хочу как раз сказать по поводу Вани, сколько мы сейчас уже городов объездили. И я в первый раз вижу такое вот какое-то странное переживание, очень такое приятное, красивое переживание вот для родного города своего. То есть вот тот человек как-то по-особенному относится или для него это важно. «Полюби, снимай в Москве, аж на этом своем месте, не доверяй, не достать умы, а строим в Москве». Управлению детских дошкольных учреждений города исполнилось 20 лет. В праздничном концерте принимали участие, кроме воспитанников детских садов, воспитатели и методисты. Святая икона святителя Николая несколько дней провела в Славутиче. В Славутиче прошел юбилейный 20-й полумарафон. «Вот пистолет берет судья, в толпу со всеми встал и я, хлопок в ушах от криков звон, вот так стартует марафон». «И вот он финиш, будто сон. Все, одолел я марафон». На Чернобыльской АЭС побывал с визитом голова Верховной Рады Украины, Литвин. 24 апреля фирма «Нукэм» торжественно передала заказчику Чернобыльской атомной станции объект под названием ПКО-ТРО. Валентин Кобылов завоевал серебро на чемпионате Европы по самбо. Накануне Дня города в Центре реабилитации ребенка открыли новую игровую детскую площадку. Во Дворце детского творчества презентовали устав города Славутича. В День города открыт скейт-парк для молодежи. На территории стадиона открыта площадка спортивных тренажеров. Началось движение скоростной электрички «Славутич-Чернигов-Киев». До Киева теперь можно доехать недорого и за 4 часа. Комфорт средний. В Славутиче проведен первый официальный рок-фестиваль. «Как вы думаете, когда уже начнется концерт, включится звук, все станет громко, придет ли больше людей?» «Ну, рассчитываем, что больше. По крайней мере, по социальным опросам у нас уже человек 100 точно должно быть. Ну, надеемся, что придут». «В будущем место проведения будет стабильно здесь или, может быть, изменится?» «Ну, будем рассматривать разные варианты. Возможно, финансирование в будущем будет лучше. Мы будем ставить на площади сцену, заказывать. Все зависит от денег, естественно». И снова ЧАЭС среди главных новостей Украины. На этот раз на работников станции напали бешеные волки. Великий Гафт приезжает в Чернигов с творческим концептом. Славутичане не обижаются, что не в Славутич. И на концерт Гафта в Чернигов отправляется около ста славутичан. Известный политический и экономический деятель, входящий в двадцатку самых известных украинских политиков Сергея Тегибко, приезжает в Славутич. «Мы делали лучшие лéтаки, мы делали лучшие ракеты, мы делали лучшие танки, мы делали лучшие корабли. Вміємо, это все было в поколении. Мы были двадцятою экономикой света в 90-м году, если окременно только взять Украину. Чому только втрачали? И почему сейчас такая ситуация? Когда начинаешь разбираться, то проблема только в одном – у нас не та влада». Международный турнир по спортивным танцам традиционно прошел в спорткомплексе Олимпийц. Звездой турнира стал народный артист Украины Владимир Бришков. «Столько адреналина и энергетики я получил. Я видел лица зрителей, лица участвующих в турнире. Оно по неволе, хочешь не хочешь, оно передается. Настолько такого запала и адреналина я давно не испытывал. Вообще, благодатная, святая публика в нашем городе». Роман Миркель вместе со своей партнершей становится бронзовым призером чемпионата мира. В 2009 год – год юбилеев, когда и США Славутича отметила свое первое 20-летие. Юбилей клуба Славутичан солидного возраста. Не сдаемся. Этому боевому творческому объединению исполнилось 10 лет. Юбилею Славутичского телевидения. Юбилей солидный. 20 лет. Итак, три гран-при, несколько дипломов и лауреатских званий за 20 лет. В принципе, неплохой успех. У нашего телевидения есть чем и кем гордиться. Приведем десятку наших воспитанников. Вячеслав Пеньковец. Приехал в Москву. Был вторым оператором на съемках фильма «Здравствуйте, я ваша тетя». Сейчас работает на высокобюджетных проектах на телевидении и в кино. Оператор Алексей Клюка. Работает в Киеве. Сначала на Интере. Сейчас у Шустера. В компании «Шустерлайф». Оператор Юрий Губа. В Киеве. В телекомпании «Глаз». И подрабатывает в ТРК «Украина». Оператор Сергей Воробьев. На мегаспорте. Жанна Бажина. Режиссер телеканала «М1». Яна Рудавская. Редактор молодежного журнала. Дима Шагалов. Инженер на ПТС в Москве. Прошел школу НТВ. Таня Конева. Актриса в утренних программах на канале «М1». Григорий Жигалов. Часть в восьмом классе. Пришел к нам на студию в молодежную редакцию. Это его первый сюжет. А озоновые дыры. А кислотные дожди. Короче, проблем достаточно. А сейчас специальный корреспондент. ТСН канала «1 плюс 1». Иван Дорн. Уже будучи выпускником первой школы. Занимался молодежной редакцией. Правда, недолго. И, кстати, первый клип с его участием сняла именно наша студия. Ну да, сейчас Иван Дорн – перспективный молодой исполнитель с группы «Паранормальных» и ведущий на молодежном канале. Но, конечно, главная задача нашей телекомпании – это не выращивание звезд, не награды на различных конкурсах, а создание качественного информационного поля для славучан. И мы стараемся. Об этом говорит хотя бы то, что, несмотря на политические давления, финансовые проблемы, не лучшую техническую базу и дефицит многих вещей, мы работаем. И каждую неделю вы узнаете с экрана телевизора свежие новости о нашем любимом городе. Если взять только информационное обозрение «А у нас во дворе», то за время существования нашей студии уже вышло около 600 выпусков. А сколько было новостей, а сколько других программ. Так что, если что-то у нас и не получается, не ругайте нас. Значит, таланта не хватило. И, как говорится в одной американской пословице, не стреляйте в пианиста. Он играет как может. Тем более сегодня, когда у нас юбилей. Столуческий театр «Пирегримы» вместе с режиссером Александром Власенко ставит, пожалуй, один из своих сильнейших спектаклей – комедию «Гротеск. Ревизор». Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Ревизор. На что, господа, живешь? Чтобы срывать? Цветы? Удовольствие! По окончанию спектакля, а он длился более двух часов, зал долго скандировал, стоя, пока режиссер и исполнитель роли Хлистакова в одном лице не остановил аплодисменты. Спасибо за то, что вы не посмотрели, не побоялись мороза, пришли к нам на спектакль. Низкий поклон вам! Пирегримы! Я взагалі дивився виставу і думав, що це професійний театр. І в мене було враження, що це рівень надзвичайно високий, рівень столичний, європейський. Чудова робота, режиссерська робота чудова. Актори кожен грудничий, це взагалі супер. Я отримав величезне задоволення. Я не можу обіцяти, тому що я лише із району начальник відділу культури, але я буду говорити в області, щоб запросити театр на Закарпаття, хоча б в областний театр. В Славутищі после продолжительного перерыва под барабанной бой открыли ресторан с неожиданным названием «Славутич». В популярному українському журнале «Фокус» опубликовано традиционное исследование по итогам года о 55 лучших українських городах для комфортной жизни. Впервые в этот список вошел и маленький город Славутич. И сразу на 38-е место. Среди малых городов Славутич на третьем месте. Славутич. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok